Уважаемый суд, Развожаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 125 и частью 1 статьи 263 Уголовного полосу Украины. Как утверждает сторона обвинения, Развожаев в результате возникших личных неприязненных отношений с твердохлебом умышленно причинил последнему легкие телесные повреждения. Я хочу проанализировать доказательства, которые предоставлены сторонами. Свидетель Клыковка, не будучи непосредственным очевидцем получения твердохлебом телесных повреждений, пояснила, что 19.04.2016 года между ней и твердохлебом произошла ссора, свидетелем которой оказался Развожаев. При этом между развожаемым твердохлебом фактически никакого конфликта не было. Развожаев на агрессивное поведение твердохлеба реагировал спокойно, посчитав, что выяснение отношений между Клыковкой и твердохлебом это их личное дело. Заслуживает внимания показания Клыковки относительно личности твердохлеба. Его свидетель характеризует как агрессивного, неуравновешенного, спыльчивого человека, способного на проявление жестокости и провокации. Свидетель Прилепка был очевидцем 21.04.2016 года событий причинения твердохлебу телесных повреждений. Произошедшее наблюдал из окна квартиры. Начало конфликта не видел. Обратил внимание после того, как услышал звук выстрела. Показания свидетеля сбивчивые, неточные. Так свидетель пояснил, что не видел пистолет в руках у развожаева, однако позже поясняет, что развожаев угрожал твердохлебу пистолетом. Кстати, в зале судебных заседаний свидетель не узнал развожаева как участника тех событий. Кроме того, свидетель пояснил, что развожаев отходил от твердохлеба, а последний догонял развожаева. При этом пояснил, что во время этого твердохлеб был злой. Свидетель Антошка, услышав выстрел, обратил внимание на то, что из впереди стоящего автомобиля, с переднего пассажирского сидения выскочил развожаев. Вслед за ним с водительского места выскочил твердохлеб и начал преследовать развожаева. Далее показания свидетеля касаются передвижения твердохлеба и развожаева. При этом у свидетеля сложилось впечатление, что развожаев пытался избежать конфликта с твердохлебом. После происшедшего вместе со свидетелем Кусковской помогал твердохлебу. Он говорит, что не помогал. Свидетель Падема выстрелы услышал на улице, был очевидцем развязки конфликта между развожаевым и твердохлебом. Пояснил, что твердохлеб шел в сторону развожаева, который пытался уйти, при этом стрелял в область ног твердохлеба. Свидетель Пусковская находилась в магазине, когда услышала выстрелы. Выйдя на улицу увидела твердохлеба, который догонял развожаева. Пояснилось, что твердохлеб, догнавший развожаев, сбил его с ног и наносил удары рукой развожаеву. Вырвавшись, развожаев пытался уйти от твердохлеба, при этом стрелял в область ног последних. После произошедшего вместе с водителем маршрутного такси помогал Твердохлеб. Показания свидетелей Потапова, Лесенчука, Месько, Шакулы не заслуживают никакого внимания, поскольку не содержат в себе каких-либо данных относительно событий 21.04.16 и не могут служить доказательствами вины Разважаева. Проанализировавшись показания указанных свидетелей, мы видим, что они относятся только к физическому перемещению Твердохлеба и Разважаева. И к взаимному расположению, произведению выстрелов. Ни один из указанных свидетелей не поясняет причины произошедшего, не указывает на мотивы, которыми руководствовались Твердохлеб и Разважаева. Кроме показания свидетелей, судом исследованы письменные доказательства. Предоставленные доказательства нельзя рассматривать как доказательства именно вины Разважаева. Они лишь поясняют некоторые обстоятельства, место события, происхождение оружия, изъятие вещей, наличие телесных повреждений у Твердохлеба. Такие доказательства, предоставленные обвинением как рапорта, постановление о признании вещественной доказательствой, в принципе не могут быть доказательствами в уголовном процессе. Они абсолютно ничего не доказывают. Не заслуживают внимания доказательства, как утверждают обвинения, медицинские документы, выписки, справки. У нас есть заключение экспертизы судебно-медицинской, где четко написано, какие телесные повреждения есть. Кроме того, что Разважаев не признавал вину в совершении умышленного причинения телесных повреждений Твердохлебу, он не отрицает, что данное событие имело место. Он находился в этом месте, он производил выстрелы. Это все было. Вот эти моменты и подтверждают письменные доказательства, но никак не виновность Разважаева. Они не указывают на форму вины, на мотивы, на цели именно данного правонарушения, предусмотренной части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Вот кроме вышеперечисленного остаются показания Твердохлеба и показания Разважаева. Я не буду пересказывать показания потерпевшего, обвиняевого. Хочу лишь обратить внимание на то, что в целом они совпадают, за исключением некоторых моментов. Так существенное разногласие в показаниях Твердохлеба и Разважаева касается первого выстрела. Твердохлеб утверждает, что Разважаев произвел первый выстрел, умышленно находясь возле открытой двери автомобиля Твердохлеба со стороны переднего пассажирского сидения. Разважаев поясняет, что первый выстрел произошел случайно, когда Твердохлеб пытался забрать у Разважаева пистолет. В этот момент Разважаев находился в автомобиле на переднем пассажирском сидении. Никто из свидетелей не видел, как начался конфликт и при каких обстоятельствах произошел первый выстрел. Единственное, на что хотелось обратить внимание, на показания свидетеля Антошка, который видел, как Разважаев выходил из автомобиля. Это подтверждает показания Разважаева и, соответственно, опровергает показания Твердохлеба. Следующее существенное разногласие в показаниях Твердохлеба и Разважаева касается мотивов действия каждого в создавшейся ситуации. Как поясняет Твердохлеб, после первого выстрела он пытался задержать Разважаева. Из автомобиля выбежал, чтобы предотвратить дальнейшую стрельбу. Разважаев же поясняет, что после случайного выстрела в автомобиле, понял, что никакого разговора с Твердохлебом не получится, решил уйти. Однако Твердохлеб стал догонять его, при этом вел себя агрессивно. Оценив ситуацию как опасную для себя, учитывая физические данные Твердохлеба, сведения о нем, как о человеке агрессивном и конфликтном, Разважаев принял решение применить травматическое оружие в целях самообороны. Итак, мы пришли к тому, что против показаний Разважаева есть только показания Твердохлеба. Еще раз обращаю внимание, что ни показания свидетелей, ни письменные доказательства не подтверждают утверждение обвинения об умышленном причинении Разважаев телесных повреждений Твердохлеба. Правдивость показаний Твердохлеба вызывает сомнения. В первую очередь, нелогичностью действий его после первого выстрела. Зачем выходить из автомобиля, предотвращать дальнейшую стрельбу, если Разважаев пытается убежать? Это нелогично. А вот на почве ревности, из мести, не осознавая опасности, исходящие от оружия, напасть на Разважаева, это вполне объясняется безрассудно с действием Твердохлеба. Как же Разважаев должен был воспринимать действия Твердохлеба как ненападение? После первого выстрела Твердохлеб угрожает, нападает, наносит удары, что подтверждают свидетели. При этом он не сообщает Разважаеву, что намерен его задержать в связи с совершением Разважаева противоправных действий. Естественная реакция Разважаева – это оборона. Нахождение Разважаева в состоянии необходимой обороны подтверждается фактами, установленными в суде. Разважаев агрессивных действий в отношении Твердохлеба не совершал. 19.04.2016 между Разважаевым и Твердохлебом никакого конфликта не было, что указывает на отсутствие каких-либо неприязненных отношений. 21.04.2016 во время конфликта Разважаев пытался избежать. Будучи вынужденным применить оружие, выстрел совершал в область ног с одной лишь целью – остановить агрессивно настроенного Твердохлеба, хотя имел реальную возможность стрелять и в голову, и в туловище. 21.04.2016 намерение избежать конфликта подтверждают свидетели и сам Твердохлеб. Все утверждают, что Разважаев уходил, Твердохлеб догонял. В данном случае мы столкнулись с личным, субъективным восприятием ситуации Твердохлеба и Разважаева. Первый утверждает, что пытался задержать второго. В то же время второй, то есть Разважаев, воспринимал действия Твердохлеба как угрозу и реализовал свое конституционное право на защиту. Именно субъективное отношение обвиняемого имеет значение для определения, есть ли в его действиях состав правонарушения. С учетом вышесказанного, считаю, что Разважаев, начиная со второго выстрела, находился в состоянии необходимой обороны. Что же касается первого выстрела, то принимая во внимание нелогичность и неточность показаний Твердохлеба, несоответствие их показаний свидетеля, наличие мотивов оговорить Разважаева, это ревность, месть, к его показаниям прошу суд отнестись критически. В связи с этим прошу принять во внимание показания Разважаева как такие, что соответствуют действительности и факт причинения телесного повреждения Твердохлеба в результате первого выстрела считать случайностью. Показания специалиста Шевченко подтверждают возможность случайного выстрела при обстоятельствах указанного Разважаева. Теперь, что касается обвинения по участии первой статьи 263 уголовного полуства Украины. По месту жительства Разважаева в сейфе для хранения охотничьего оружия обнаружено изъято три боевых патрона. При этом патроны находились в футляре для очков. Помимо патрона в нем находились очки, деньги, гильзы от патрона. Обвинение утверждает, что Разважаев при неустановленном ходе следствия обстоятельств незаконно приобрел боеприпасы. О чем говорит данная формулировка обвинения? Только о том, что следствие не пыталось установить происхождение боеприпасов. Тому утверждение обвинения о том, что Разважаев приобрел боеприпасы ничем не доказано. По сути есть лишь факты изъятия боеприпасов из сейфа принадлежащего Разважаеву. Это относится к объективной стороне правонарушения. Но для наличия состава правонарушения необходима и субъективная сторона. То есть наличие прямого умысла на совершении преступных действий. Обвинения считают, что умысел доказан, основываясь на том, что доступ к сейфу был только у Разважаева. Это действительно так. Но это никаким образом не доказывает, что Разважаев знал о наличии боеприпасов. Это подтверждает свидетель Разважаева, который лично передавал футляр с очками, деньгами и патронами Разважаева для хранения в сейфе. Не показывая его содержимое Разважаева. Показания Разважаева и Разважаевой матери подтверждает и свидетель Калинка, которая пояснила, что для дорассматриваемых событий слышала намерение Разважаевой положить на хранение в сейф Разважаева деньги. Свидетель Свиденко пояснил, что в силу своих обязанностей проверял условия хранения охотничьего оружия у Разважаева. При проверке запрещенных предметов не видел, но мог их не заметить или не обратить внимание на предметы, которые не вызывают интерес. Например, на футляр для очков. Таким образом, каких-либо доказательств умышленных действий Разважаева, направленных на незаконное приобретение и хранение боеприпасов, все равно обвинение не предоставлено. Сам факт нахождения боеприпасов в сейфе не доказывает умысел Разважаева на совершение преступления. Сходя из вышеизложенного, считаю, что у Разважаева отсутствует состав преступления, предусмотренный в части 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. И в связи с такими обстоятельствами, прошу суд полностью оправдать Разважаева по части 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины и по части 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Спасибо. 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 Я внимательно выслушал обвинительную речь прокурора и внимательно выслушал те показания, которые давал и в принципе в суде потерпевший твердых лет. И с учетом исследованных судом материалов дела, свидетелей, которые проходили по делу, хотелось бы заметить следующее. Ужимый суд, вынося в совещательной комнате по данному обстоятельству свое решение, прошу обратить внимание на следующее обстоятельство. Чтобы не повторяться, то, что сказал мой коллега в защиту интересов Разважаева, хотел бы соментировать в этом отношении суд на некоторый момент. У нас есть факты, этим фактам нужно дать оценку, какое-то объяснение дают свидетели. Если факты это объективные доказательства, разделим их как-то, объективные доказательства и есть о фактах говорят субъекты. Субъект потерпевший, свидетели, разважают. Если мы этим обстоятельством как-то дадим надлежащую оценку, то убедимся, что обвинение фактически построено с домыслами, с предположением досудебного следствия в том, что Разважаев совершил те преступления, в чем он обвиняется, на предположение. В Конституции Украины четко запрещается в отношении вложения в обвинение предположение. Это недопустимо. Что мы имеем на данном этапе, в этом суде, исследованные обстоятельства? Есть показания потерпевшего с его заявлениями о том, что якобы ему причинили телесные повреждения. Это факт? Факт. Кто его причинил? Разважаем. Обвинительный акт построен фактически на показаниях самого потерпевшего. И ничуть не принято во внимание доводы самого Разважаева. То есть, есть факт и есть два объяснения. Это относительно эпизода части 2-й, 125-й. Если мы проанализируем вот в этом отношении, почему следствие досудебное и обвинитель ссылаются якобы на доказанность вины обвиняемого Разважаева в совершении умышленных действий против потерпевшего твердого хлеба, можно согласиться только в одном. Он умышленно причинял. Только вот мотив был иной. Если обвинительный акт построен на мотивах якобы причинения телесных повреждений с каких-то непризнанных отношений, с ревностью, так было первоначально. Нужно было какую-то дать оценку. Для этого необходимо было следствию как-то выяснить и сопоставить. Объяснение потерпевшего и объяснение в конечном итоге Разважаева. Кроме этого, еще нужно было исследовать, а что же предшествовало этому событию. А предшествовало следующее. Твердый хлеб имел симпатии к свидетелю... Ой, забыл фамилию нашу. Клыков. Клыков тоже путаю. И вот накануне события 21-19-го был конфликт между Твердохлебом и Клыковкой в Таисии. Насколько был воспринят этот конфликт как одним, так и другим в присутствии Разважаева, это нужно было дать просто правую оценку. На тот момент никаких отношений у Разважаева к Клыковке не имелись, кроме дружеских, скажем, работающих вместе в одной системе. Что же касается у Твердохлеба, у него были непризнанные отношения уже к Клыковке с тем, чтобы она подчинялась то, что у нормального человека, мужчины, глядя на эти обстоятельства, конечно, вызывает сомнение в том отношении, почему так себя ведет. Вот эти события, он увел к Клыковку, эти события закончились. Таисия рассказала Клыковка о их взаимоотношениях Разважаеву. И что тогда возникло? Разважаев правомерно принимает решение о беседе по-мужски, по-мужски это прийти и поговорить. Белый день, 21-го числа, я уже детали не буду говорить, что было 20-го, 20-го они не виделись, 21-го имело место некоторое событие. Клыковка пригласила Разважаева в связи с присутствием возле дома, который приходил Твердохлеб, стучался в квартиру, она не хотела с ним видеться, она понимала, знали его и агрессивность, и их взаимоотношения, и о том, что она сказала, что мы больше с тобой не будем отношения поддерживать, останемся друзьями, на что не соглашался. Поэтому она пригласила Разважаева с целью для того, чтобы он сопроводил. Они уехали, поезжали, где-то решали какие-то вопросы, приехали, и она вновь увидела его, поэтому попросила, не буду заходить домой, потому что будет возникать конфликт. Вези меня к подруге в больницу, она работает, они пошли, они поехали туда. После возвращения, действительно, вызвав правомерное решение у Разважаева, переговорить каким-то образом с потерпевшим. Перестань преследовать Клыковку. С этой целью правомерной он подошел, видя, что он сидит в машине, попросил войти. Как события потом развивались? Мы исследовали эти обстоятельства. Здесь показания только потерпевшего и Разважаева. С какой целью он зашел? С той целью, как обвиняем его, или с другой целью? Почему произошел выстрел? Разважаев дал этому обстоятельству свое пояснение, и я полагаю, что в этом отношении они достойны внимания. На вопрос к потерпевшему, а почему вы стали преследовать? Вы видели у него голорожение? Я хотел его задержать. А было ли логично задержание человека, который уходит? Вы видели его с Клыковкой Таисии. В конечном итоге вам причинили, вы считаете так. Вызовите милицию, полицию, пусть разберутся с этим отношением. Нет, он принимает на себя желание, но будучи в этом отношении, агрессивно настроены. Как расценил в этот момент Разважаев? С этого момента у Разважаева после неосторожного вот такого вот выстрела и повреждения ноги в салоне машины. Не так, как говорит потерпевший, а в салоне. Об этом говорит свидетель, водитель такси, который сзади стоял. Он вышел из салона, потому что услышал выступ, посмотрел, что открылась дверь пассажирская, и человек уходит. А его уже преследует потерпевший. Вот эти обстоятельства, момент начала общественно опасного, так сказать, посягательства со стороны потерпевшего отношения Разважаева, с этого момента началось. Эту оценку должен был дать следователь. Этому обстоятельству должны были как-то отнестись и обвинитель. Надо было внимательно к этому вопросу подойти. Обстоятельства свидетельствовали именно о обороне. Имея навыки, имея возможность, он мог бы причинить более тяжкие последствия потерпевшему, который нападал. Но этого не было. Объективно свидетельствуют те телесные повреждения, которые на теле имелись. Они же были не сразу выпущены. В начале за деревом, когда он уходил, а его преследовал потерпевший. В дальнейшем, когда он догнал, избил и начал его избивать, значит, сверху. Об этом свидетель подтверждает. Вывернувшись, чтобы предотвратить последующие действия, он продолжал стрелять в те места, которые не представляли опасность для здоровья и жизни. Есть голова, есть другие части тела, которые... Он не стреляет, не стреляет именно в то, чтобы предотвратить. Вот это и другое больше свидетельствует о том, что в действии у Развожаева имела место все-таки необходимая оборона. С чем не согласилась за судебное следствие, хотя были даны показания в этой части. Не дали оценку, не хотели. Они исходили из самого факта. И настаивание со стороны потерпевшего. Зачем выдавать желаемое за действительное? Однако следствие в этом отношении успокоилось показаниями потерпевшего. И не стало в этом отношении разбираться глубже, как это требует закон, в части полноты, всесторонности, объективности и непредубежденности. В этом отношении была ошибка следствия. В дальнейшем, оценку давая вот этим обстоятельствам, мы пришли к выводу, что когда, ну, объединитель говорит о том, что после этого факта был установлен Развожаев, он оружие не выдавал. А оружие у него, это его право на ношение, это его имущество, выдай, как выдашь, так и не увидишь. И не разберетесь. В этом отношении какая-то была озлобленность со стороны правоохранительного комбината в расследовании этого дела. И когда пришли домой, и он выдал, то обнаружено было то, в чем он обвиняется в хранении якобы боеприпасов. Этому была дана оценка моим коллегой, что не вызывает у меня, как у защитника, сомнения, что следствие не доказало и обвинитель в суде не привел доказательства умышленного хранения об этих боеприпасах, которых якобы было известно Развожаевым. Нет доказательств. Напротив, у нас есть доказательства, допрошенное в суде мать. Она объясняла в том отношении, что она передала футля от очков, в которых были и очки, деньги, и еще какие-то предметы. Она сказала сувениры. Чем опровергает досудебное следствие в том отношении, что достоверно знал, можно применить только тогда в обвинение и предъявить обвинение лицу только тогда, когда было достоверно, известно, что он знал о наличии боеприпасов. Я уже не говорю о малозащитности, я не говорю о их общественной опасности. Их было три этих патронов. Никакого оружия по применению этих трех патронов не имелось. Отец, как было говорится на суде, в прошлом работник милиции. У него каким-то образом это сохранилось. Знал ли об этом, вот этот вопрос, знал ли об этом, разважают. Доказательства о том, что он знал, нет. Исходили только из того факта. Его сейф там находится, ты и виноват. Однако статья 263 требует умышленного действия, либо бездействия. А в данном случае какие умышленные? Я не знал, в чем опровергаются моменты, не знаю. Твой сейф, пожалуйста. Приводили примеры в отношении того, что якобы свидетели, ну там участковый осматривал, когда этот сейф. Является ли этим доказательством? Тоже не является доказательством. Потому что фактически это все не досматривалось. Имел ли право он в этом сейфе хранить вещи, скажем, мамой? Да. А если противоправные действия нету, тогда чем же тогда доказано? Ничем. Я поэтому полагаю, что его абсолютно согласен. Это было с самого начала позиция. Надо было просто все исследовать и расставить на свои места. Я полагаю, что досудебным следствием не представлены доказательства. А те, которые доказательства в суде мы исследовали, предъявленные прокурору и приобщенном к материалам дела, значит, они только свидетельствуют. О фактах, мотив, цель, форма вины не доказаны. Она надумана со стороны досудебного следствия, в связи с чем прокурор это поддержал. Вам предлагают надуманные, так сказать, доводы, а не те, которые действительно свидетельствуют. О совершении разложаем именно тех преступлений, которым он обвиняется по 125-й части 2-й и части 1-й, 10-63-й. Поэтому я полагал бы в этом отношении правильно дать оценку всем тем материалам, которые представлены вам, то, что мы исследовали в судебном заседании, дать правильную оценку и вынести справедливый приговор. Полагаю, что в действиях Развожаева отсутствует состав преступления, предусмотренное 125-й, поскольку он действовал в состоянии необходимой обороны. Для этого необходимо будет просто восстановить сейчас память, потому что мертвая статья 36-я уголовного кодекса мертвая, она не применяется. Не дай бог, вот мы сейчас признаем, а человек имел право обороняться? Имел право. Почему тогда не дать оценку? А куда мы денем потерпевшего? Он же говорит, дайте оценку правильную. Нет, на сегодняшний день редчайший случай Института самообороны у нас молчит, не действует. Поэтому я бы хотел, чтобы вы в священном полноте уважаемые суды дали надлежащую оценку тем обстоятельствам, и забыли, что в статье 27-й Конституции, а также 3-й, предусмотрено право человека защищаться. Вот тех обстоятельств, которые мы тщательно в суде выясняли, действительно, вот с того момента. Это не преследование, это не было желание ему причинить с целью, вот причинить для того, чтобы, так сказать, успокоить свое самолюбие. Это было состояние той обороны, которая наделено, наделен каждый человек, в том числе и Розаев, в той ситуации, в которой он был, конституционным правом защиты себя. Правильно, потерпевший здоровее, крепче. Вот его настрой был, если этот был спокойным, от его был настрой от первого выстрела, неосторожного, опять-таки, по вине самого потерпевшего. Не хватало, ну сидит, сидит. Зачем надо было хватать? Мог произойти выстрел самопроизвольно? Да. Если обвинитель говорит о том, что не было возможности, то у нас специалист, в будущем допрошен, он сказал, что он двойного действия, не надо было его возводить в курок, он мог быть от того, что вытянет. Один удерживает, а другой тянет на себя, хочет обезоруживать. Вот произошел этот случай. После этого факта настал тот период, когда уже из этой ситуации, казалось бы, ну, нормальной ситуации, возникла теперь уже самооборона со стороны потерпевшего, на разражаю. Поэтому я полагал бы правильно дать оценку всем тем доказательствам, которые мы исследовали в судебном заседании, то, что предложило досудебное следствие, и у вас будет возможность в этом отношении внимательно подойти к практике, кстати говоря, практика, судебная практика рассмотрения уголовных дел по самообороне, четко расписывает. Четко расписывает в плане того, как нужно давать оценку. Я только единственное хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что право на необходимую оборону возникает при наличии двух обязательных условий. Осуществление лицом общественно опасного посягательства, а мы уже убедились в этом судебном заседании, было видно, какой был настрой. Он и до сих пор этот настрой, кстати говоря, бывает время лечит как-то. Нет потерпевшего, как он был тогда, он и до сих пор. Он так себе представляет. Имеет право? Да. Но оно общественно опасное. Нельзя. В этом отношении нужно просто быть самокритичным. Не сделал бы ты то, что ты сделал, не получил бы то, что получилось. И второе, это необходимость вот этой обороны. Немедленного предотвращения или пресечения. Эти два элемента, которые законодатель вкладывает в содержание правильной квалификации действий, если его исследовать, то действительно развожаю, действовал в состоянии необходимой обороны. А это исключает всякую ответственность за последствия. Причинил потерпевший ему или не причинил, сама угроза достаточно для того, чтобы применить защиту при наличии того, разумно, неразумно в данном случае, что он пришел говорить, и этот пистолет был. А что до того момента, когда он сел в машину с этим пистолетом, вызывало какой-то момент, он же-то не применял его. Кто опроверг? Какими материалами? Кто и свидетеля опроверг? Кроме потерпевшего. А он заинтересован в этом отношении. Поэтому я хочу сказать, опасностей тогда не было. Опасность возникла по применению этого устройства только тогда, когда потерпевший расценил всю эту ситуацию, вот как у него сложилось в голове. Вот эти обстоятельства, якобы опасные для него. Что он там принял? Я хочу задержать. Да ты соизмерь. А стоит ли? А нужно ли? Нет. Он руководствовался своим. А чем это привело? Расценил, раздважая вот эту ситуацию, как опасную для себя. Я абсолютно верный. И эти обстоятельства имели место исследования в суде. Поэтому я полагаю, что достаточно будет в отношении данных обстоятельств дать надлежащую оценку объективным доказательствам и субъективным. Что же касается раздвижения, я прошу обладать по этим двум недоказанным обвинениям по 125-й и 263-й. Спасибо. Чего мы участвуем в рекламе?